Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. Сегодняшний ролик, как вы поняли, будет про машины. Дорогие друзья, хотел бы поделиться с вами неким экспириенсом. Я покупал в Канаде как бэушный автомобиль с рук, так и покупал новый автомобиль. Буквально недавно выехал он из салона. Я теперь раб этого автомобиля на 8 лет, потому что я взял кредит Finance на 8 лет. По, в целом, не очень плохой ставке, но об этом будет далее. Дорогие друзья, вы приезжаете в Канаду, и очень сложно выбрать первый автомобиль. Кто-то сразу идет в салон и покупает 911 Porsche себе, потому что он считает, что он все потянет. Кто-то считает, что надо начинать с Майлова, купить себе какое-нибудь корыто на пару лет, потом, может быть, что-то другое себе выбрать. Сегодня мы с вами обсудим оба этих варианта, потому что оба этих варианта, они как бы common. То есть, в любом случае, и тот, и второй вариант, он как бы возможен даже для тех, кто приехал в рамках рабочих виз, студенческих виз, не говорю уже про пиар и тому подобных ребят. Мы начинаем, поехали! Так, дорогие друзья, начнем, значит, с самого стандартного и самого простого варианта развития событий. Вы приехали в Канаду, вы там по рабочей визе, по студенческой визе, по иммиграционной визе, вы, в общем, только приехали в Канаду, и вы поняли, что без автомобиля вам нельзя никак. Так, давайте так, сразу вам скажу, в крупных городах еще как-то можно обходиться без автомобиля. Но если мы говорим про какие-нибудь мелкие города в районе, типа Монктон, Нью-Брансвик, там, не знаю, в Манитобе какие-нибудь отдаленные городочки, да банально даже любой город с населением меньше 300-400 тысяч, 500 тысяч человек, он уже подразумевает то, что вам нужно в любом случае покупать себе автомобиль. И тут вы приходите к двум вариантам. Первый вариант, с которого мы сегодня начнем с вами, это покупка автомобиля БУ. Покупка этого автомобиля, ну, не знаю, либо с рук, либо с автосалоном. Начнем с первого варианта, с рук. Каким образом вообще ищется автомобиль? Есть несколько площадок, где вы можете купить или продать свой БУ автомобилем. Какие-то площадки. Это Kijiji, это аналог нашего Авито, да, там, типа, либо OLX в Украине. Какие-нибудь, типа, маркетплейсменты, типа, Facebook маркетплейсмент. Также вы можете посмотреть себе автомобиль на autotrade.ca. Это такой большой сайт, это, типа, посвященный, знаете, именно покупке и продаже БУ автомобилей. Но здесь я прошу вас быть предельно аккуратными. Почему? Потому что, хоть автомобили здесь дешевле, чем в наших странах, ты такой думаешь, господи, я могу себе купить Dodge Journey 2012 года, там, за 6 тысяч долларов канадских, а если американских брать, так это вообще, там, типа, 5 тысяч американских долларов. То есть, ты понимаешь, что ты можешь себе купить какой-то крутой, там, Dodge Challenger какой-нибудь, купить 2008-2009 года, там, за полные копейки. И я бы не стал этого делать. Берите себе автомобиль на первое время экономичный, в первую очередь, по бензину, в вторую очередь, экономичный по страховке. В Канаде существует обязательное страхование автомобилей. Как у нас в стране есть ОСАГО и КАСКО. ОСАГО обязательно, то есть, ты должен застраховать свой автомобиль от, ну, неприятных ситуаций, я бы сказал так. И тут вот самое интересное. Страховки на автомобиле в Канаде, они дорогие. И самое интересное, что они, цена этой страховки зависит не только от того, как ты себя ведешь, как ты водишь на дороге и тому подобного. Но также она зависит от места, где ты живешь. Также она зависит от марки автомобиля. Банально. Вот я разговаривал с одним из иншуранс-брокеров, который занимается страховками. Он говорит, смотри, мы стараемся не рекомендовать людям покупать себе Хонда Сивик. Я такой думаю, ну, Хонда Сивик, нормальный автомобиль, почему бы и нет. А по статистике Канады, Хонда Сивик – это автомобиль, который покупает себе молодежь. Следовательно, молодежь себе купила Хонда Сивик, расхерачила его, страховка его должна будет покрывать, там, что-то с ним делать. Следовательно, Хонда Сивик, как автомобиль, он находится в, как сказать, в черном списке. Следовательно, если ты покупаешь себе Хонду Сивик, то у тебя страховка будет выше, чем, например, ты аналогичный автомобиль в такого же класса возьмешь другого производителя другой марки. Кроме того, есть такие автомобили, как Dodge Ram и определенные категории пикапов, типов F-150, либо Dodge Ram, Big Horn и тому подобного. Они в некоторых городах крупных, они очень сильно угоняемы. Следовательно, на них тоже повышенная страховка в силу того, что, если этот автомобиль у вас угонят, страховая компания должна вам выплачивать денег, следовательно, они стараются побольше взять денег. Каким образом узнать, какой автомобиль для вас будет более экономичен с точки зрения страховки, здесь все очень просто. Вы идете к страховому брокеру и говорите, у меня есть там три опции, ну, предварительно выбрав себе, конечно, автомобиль. Приходите и говорите, у меня есть три опции. Например, там, Хонда Сивик, Dodge Journey и, например, не знаю, там, Ниссан Тиана, либо там Ниссан Альмера. Какой из этих вариантов будет для меня дешевле? Вы просчитываете страховку своего автомобиля до покупки еще этого автомобиля. Предварительно, конечно, у хозяина этого автомобиля, взяв номер этих ВИН-кодов этого автомобиля, вы просчитываете и понимаете, какая страховка для вас будет более-менее адекватной. То есть не берите автомобиль предварительно, не рассчитав страховку. Это очень опасно, потому что у меня есть знакомые, которые, ну, встряли, купили вроде хороший автомобиль, вроде все хорошо, все отлично, все супер, пошли оформлять страховку, обошли 20 страховой компаний и везде цены, ну, просто жопа полная. И вот что делать, вот, ну, уже автомобиль-то купили. Дальше, ну, стандартная ситуация о покупке БУ автомобиля. Проверка ее на Carfax. Carfax – это некий аналог, блин, я не знаю, как это в России называется. Короче, ты можешь по ВИН-номеру узнать всю историю автомобиля. То есть были ли ДТП, не было ДТП, какой пробег у нее, там, не знаю, коробка передач. То есть какие-то вот основные вещи про этот автомобиль ты можешь узнать, исходя из просто из ВИН-номера, заказав это на Carfax. То есть Carfax – это база данных, агрегатор, который именно проверяет все автомобили с точки зрения страховых случаев, угонов, ДТП и тому подобного. То есть если вы берете себе автомобиль и вы берете его себе не у каких-то там своих друзей, супер лучших и тому подобных, то я бы рекомендовал бы проверить через Carfax состояние этого автомобиля вообще. Следующий момент, который надо обратить внимание. Когда вы ставите автомобиль себя на учет, вы должны сделать safety check. Safety check – это подтверждение того, что автомобиль, как это правильно сказать, безопасен для дорог общего пользования. Наверное, это так правильно сказать. Например, в Ontario safety check стоит 60 долларов, ничего особенного. Но если вы берете БУ автомобиль и вы приезжаете делать safety check, вам говорят, что, скорее всего, у вас проблемы с тормозами, если они у вас есть, либо у вас проблемы, там, не знаю, масло где-то чечет, либо еще что-то. И что ваш автомобиль на сегодняшний момент не, как это правильно сказать, не безопасен для дорог общего пользования. Следовательно, вам надо что-то отремонтировать и только потом приходить. Как вообще делается? Не бежите ко всем подряд в любой автосалон, который делает safety check. Потому что, ну, в крупных, по крайней мере, городах существуют некие механики, которые говорят, что, да, safety check стоит у тебя, там, 20-30 долларов, там, 50 долларов. Ты делаешь этот safety check, а потом оказывается, что они накручивают тебе, там, 3-4 тысячи долларов ремонта, хотя по факту, там, ремонт, ну, изначально, ну, типа, на тысячу долларов. То есть, таким образом, они просто зарабатывают деньги на вас. Либо вы просто заплатите за safety check и уедете, либо вы заплатите за safety check и за ремонт чего-то, что вам нахрен не нужно. Каким образом я решал ситуацию со своим первым автомобилем? Я поехал к знакомым знакомых. То есть, туда, где мне кто-то сказал, Ваня, вот туда можешь поехать, там люди адекватные, они не будут тебя нагревать, если действительно с автомобилем никаких проблем нет. Я приехал, заплатил за safety check, да, посмотрели автомобиль, надо было 2-3 небольшие проблемки решить, ну, о которых я в целом по автомобилю знал. И после этого выдали мне сертификат о том, что автомобиль годен для дорог общего пользования, и с этим сертификатом и со страховкой уже оплаченной я пошел в сервис Онтарио, поставил машину на учет. По законодательству, например, провинции Онтарио, если вы продаете либо покупаете автомобиль, вы должны покупателю, как продавец, предоставить бумагу. Эта бумага называется, типа, Vehicle Information Package, что-то так она называется. Стоит она в районе 25 канадских долларов, делается она в сервис Онтарио. И в этой бумаге написана вообще тоже вся история вашего автомобиля, ДТП, не ДТП, примерно стоимость на сегодняшний день рыночной вашего автомобиля и тому подобное. 99% людей, которые сейчас покупают и продают автомобили в провинции Онтарио, они не делают эту бумагу. Хотя с точки зрения законодательства я пошел на официальный сайт провинции Онтарио, он прочитал, обязательно вы должны иметь вот этот вот Vehicle Information Package. Делается в Онтарио в провинции по ВИН-номеру за игру 20-25 долларов. Сделать их уже не будет. Кроме того, когда вы покупаете и продаете автомобиль, в большинстве своем вам не надо ничего делать. То есть вы можете просто взять местный ПТС, на сзади расписаться, чтобы продали автомобиль, отдали этот ПТС, все, это уже проблема не ваша, это уже проблема человека, который его покупил. Но смотря вы где покупаете, смотря вы у кого покупаете, поэтому я рекомендую еще дополнительно к этому всему, сделать какой-нибудь маленький договор одностраничный о том, что Иванов Иван Иванович передал Петру Петровичу автомобиль марки такой-то, ВИН-номер такой-то, пробег такой-то, что типа Петр Петрович согласен, что все хорошо, он уже принял автомобиль, все остальные проблемы его. То есть защитив себя как и покупатель, как продавец, я бы еще дополнительно подписал бы какую-нибудь бумагечку. Дополнительно хуже не будет, лучше отлично. То есть я бы сделал так. Я когда сейчас продавал автомобиль, это будет, кстати, отдельная история, мой бушный автомобиль перед тем, как купить вот этот новый, И я продавал сначала на маркет-плейсментах, т.д. и т.п. Кстати, очень много скама на маркет-плейсментах, не только с точки зрения того, что, например, как покупатель автомобиля, но так и продавцов. Например, я когда выставил свой автомобиль на продажу, мне написал какой-то типа канадис и говорит о том, что брат, слушай, вот надо проверить ваш автомобиль типа по ВИН-номеру, вот у меня есть сайт, вот зайди туда, забей свой номер, т.д. и т.п. Купи, короче, бумажку с информацией об автомобиле без ДТП, т.д. и т.п., ну типа карфаксовскую, только вот у него другой сайт, зайди сюда, купи там, я посмотрю на эту бумажку и тогда я куплю у тебя автомобиль. По факту ты заходишь на какой-то левый сайт, вводишь данные своей кредитной карты, твои данные кредитной карты улетают. То есть ни на какие сайты, кроме как карфакс, не заходите. Если вам кто-то говорит, что он готов ваш купить автомобиль, но ему надо проверить его не на карфаксе, а хрен пойми на каком-то другом вообще сайте, шли его лесом, потому что просто они хотят соскамить ваши документы, т.е. украсть данные вашей кредитной карты, которую потом обналичат где-нибудь в Мумбаи, вот, так что будьте с этим осторожны. Следующий момент после того, как вы решили покупать автомобиль. По поводу БО автомобиля все ясно-понятно. Проверяем, как всегда, все. Проверяем документы автомобиля, что действительно вы покупаете у человека, который вам его продает, а не у какого-то Васи Пупкина, который у кого-то взял автомобиль погонять и ПТС забрал. Потом второй момент. Проверяем карфакс, проверяем, что с ДТП нормально, с машиной ничего не было плохого, не утоплено там, не зататалено и тому подобное. Третье, что мы проверяем. Проверяем вот этот Information Package, потому что некоторые автомобили, даже старые, они могут быть еще, например, в кредите, в залоге и тому подобного. Если вы берете вот эту бумажку Information Package из сервиса Ontario, в ней будет написано в залоге автомобиль, либо не в залоге. Тоже очень важный момент. Что еще? Проверяем основную страховку. Смотрим перед тем, как купить автомобиль, смотрим, сколько эта страховка будет для вас стоить. Это очень важно. Дальше. Кто-то говорит, что давай, чего я париться буду, я пойду, бу, автомобиль, возьму в автосалоне. По факту, если вы будете покупать автомобиль в автосалоне, ничего не изменится. То есть вся та же информация, все те же карфаксы, все те же Vehicle Information Package, все это надо брать. Потому что, когда вы приходите даже в автосалон, просто вам в автосалоне дают в совместе с автомобилем, скорее всего, бумажку типа договора, где написано, что автомобиль продается as is. As is, это означает, что вот вы выехали с этого салона, купили автомобиль, выехали из этого салона, и у вас по пути отвалилось колесо. Это уже не ваша проблема. Вот только ты подписал договор, и машина покинула салон, у нее стукнул двигатель, либо что-то еще случилось, это уже ваша проблема. Потому что в договоре написано as is, как есть. Некоторые, конечно, автосалоны дают гарантию какую-то на свои бушные автомобили и тому подобное. Но большинство, если перепродает именно б.у. автомобили, а вы знаете, как эти б.у. автомобили в автосалонах появляются. Просто кто-то задает свой автомобиль в трейд-ин, не хочет париться, не хочет с ним разбираться, и автосалон просто поднимает еще там на 2-3 тысячи канадских долларов цену этого автомобиля и продает его кому-нибудь, кто пришел с улицы. Так что, с одной стороны, покупать бы автомобиль с рук более опасно, и вроде бы хочется пойти в автосалон, с другой стороны, де-факто шило на мыло, что там фигня, что там фигня. В любом случае, смысла я не вижу. Если автомобиль дешевле, можно его купить с рук, чем такой же автомобиль в автосалоне, ну, наверное, я бы покупал бы с рук, потому что вы что там сильно не защищены, и что там сильно не защищены. Потому что автосалон будет продавать вам автомобиль на 90%, я уверен, как as is. То есть, вот как купил, так и купил. Есть у него даже вот двигатель угашенный, да, то есть, ну и... Красавчик! Вот, кстати, за такое здесь штрафуют, нельзя выхлоп прямой делать. Короче, да, это очень, кстати, в Канаде модно, это когда у тебя автомобиль, просто дырку в глушаке делаешь, и ездишь, пердишь такой классный. Но я уже видел таких ребят, их там эти менты нахлобучивают постоянно за это все дело, потому что по закону нельзя перестраивать выхлопную систему на своем автомобиле здесь, ну, по крайней мере, в провинции Онтарио, насколько я знаю. Вот, теперь поговорим о моменте покупки нового автомобиля. С новым автомобилем, ну, здесь все проще. Находишь салон, который тебя устраивает, приходишь в этот салон, выбираешь автомобиль, если у тебя есть деньги, позволяют, покупаешь машину в кредит, ой, в этот, за кэш, если у тебя не позволяют, покупаешь машину либо в лизинг, либо в файненс, в кредит. Вот лизинг, тему я не знаю, я туда не лезу, потому что я все-таки уверен, что я хочу быть после выплаты машины, я хочу быть хозяином этого автомобиля, потому что там какая-то выкупная цена, еще что-то. Плюс при лизинге, я посмотрел договора лизинга, допустим, вам не запрещается ехать, чем, например, там 20 тысяч километров в год, или 30 тысяч километров в год. Мне вообще на это плевать. Вот я купил автомобиль, да, я за него плачу проценты, да, я плачу больше, чем по лизингу, но я как бы делаю с ним, что хочу, это мой автомобиль. А лизинг, с точки зрения того, когда тебе банк говорит, что ты можешь ездить только 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч километров в год, он не очень выглядит, как твой автомобиль по факту. Вот. Что по поводу файненса? Есть несколько вариантов. С даунпейментом, если ты какую-то сумму вносишь, либо без даунпеймента. Понятно, что если с даунпейментом, то процент по кредиту ниже. Но, насколько я понял, я разбирался, спрашивал с ребятами, что там происходит в странах СНГ, в той же самой России, там у вас проценты по кредиту типа 25-30% на автокредит. Опять же, может быть, кто-то меня поправит, но я слышал про 25-30%. Мы не говорим за китайские машины, это вообще не машины. Так вот, здесь я у меня взял ставку, у меня ставка жесткая, мне говорят, что она очень дорогая, потому что это нереально много, с меня денег взяли, у меня ставка 6,4%. Я брал с нулем даунпеймента, я ничего вообще не платил, я даже до сих пор, я уже езжу вторую неделю, у меня еще платеж еще не прошел по оплате машины первой даже. То есть, фактически, я просто уже езжу там, ну, 10 дней, и еще пока ничего не заплатил за нее. Я взял на 8 лет. И самое интересное в этой ситуации то, что, ну, мой статус на сегодняшний день в Канаде предполагает то, что у меня нахождение на территории Канады максимум 3 года. Понятно, что я в ближайшее время все это исправлю, но у меня виза рабочая на 3 года, а кредит на 8 лет. И вот здесь вот тоже прикольная ситуация происходит. То есть, как бы, фактически, насколько, как мне объяснили, есть такое понятие, как преаппровал кредиты. То есть, когда в целом банк вообще не смотрит на то, кто ты, что ты, твои документы и тому подобное. То есть, им основное главное впихнуть тачку. А как ты потом ее будешь оплачивать, это уже твои проблемы с банком, они точно не дилершипы, у которых ты берешь машину. Так вот, я взял машину на 8 лет, 0% даунпеймента, я ничего не заплатил за выкупную цену никакую по ней, и у меня кредит 6,4%. Кроме того, через год я иду в дилершип, и мы с ними договорились, что мы делаем рефинансирование в другой банк, чтобы уменьшить процентную ставку по кредиту. Пока я плачу кредит за эту машину, у меня выходит 750 канавских долларов в месяц, вот за этот автомобиль. Что это такое? Это Dodge Journey. Да, дорогие друзья, я говорился, да, такое бывает. Нет, это не Dodge Journey, я знаю, что это Dodge Ram 1500. Ну, все уже посмеялись, надеюсь, в комментариях написали, что я не прав, что это у тебя не Dodge Journey, а Dodge Ram. Ну, бывает такое, говорится вот человек, а потом вот в комментариях напихивают ему. 1500-й, классик обычный, я не взял Big Horn, потому что это дорогой. Вообще, как я выбирал себе автомобиль? Я приехал в салон, я понял, что я хочу себе большой, хороший автомобиль, потому что, ну, я много путешествую, я знаю, что на этот автомобиль можно сверху поставить, например, палатку в багажник, нафигачить типа надувную матрас, и фактически можно ее использовать как, ну, походную машину. Плюс она может до 3 тонн, насколько я знаю, 3-3,5 тонны она может тянуть, я могу взять себе, повесить сзади небольшой кемпер. Так вот, я брал этот автомобиль исключительно из-за того, что я люблю путешествовать. США, Канада, может быть, когда-нибудь и до Мексики на этом всем деле доеду, но просто я к тому, что, типа, я этот автомобиль для путешествий и для работы. Мне работать не надо на этом автомобиле, я не занимаюсь ни мувингом, ни переездами, ни тому подобными, поэтому я взял этот автомобиль только для того, чтобы путешествовать. Я путешествую часто и много. Вот, значит, это классик, это не Бигхорн. По поводу того, каким образом я вообще его себе выбирал. Я пришел в автосалон и говорю, у меня есть 300-350 канадских долларов в 2 недели, которые я готов тратить на кредит на свой автомобиль. Я не готов платить down payment по машине, и кроме того, я хочу, чтобы этот кредит был долгий, потому что я хочу взять вроде бы более-менее не дешевый автомобиль, но в то же время платить ежемесячные платежи меньше, чем если бы я брал по кредиту на 5 лет, на 6 лет. Мне предложили несколько опций. Эта опция мне больше всех понравилась в силу того, что здесь есть определенные дополнения. Она не полностью пустая, в ней есть определенные дополнения, которые меня устраивают. На этом мы договорились, как все дела были. Я просто пришел в салон, подписал документы, подписал кредитный договор, мне дали ключи, и уже на месте, мне уже сразу номера поставили, и сделали весь сейфти. Короче, мне фактически выдали в автосалоне все документы, которые я должен был бы получать в сервисе Онтарио, когда я ставлю на учет свой автомобиль. То есть фактически я просто уже уехал на собственном автомобиле, зарегистрированный на меня из салона. Все, страховка на этот автомобиль у меня выходит в районе 320 канадских долларов в месяц, при условии, что это two-way страховка, то есть это каска. Когда ты берешь автомобиль в финанс, когда ты берешь в кредит автомобиль, ты не можешь взять только ОСАГО, то есть в одностороннюю страховку. Ты должен взять две стороны, и себя, и другого человека, которого ты там ушарахаешь, если ты будешь плохо ездить. Ну, вы понимаете, что такое каска, наверное. Так вот, 320 канадских долларов в месяц я плачу за страховку этого автомобиля, и в районе 750 канадских долларов в месяц я плачу за сам кредит этого автомобиля. 6,4% у меня кредит. Что я думаю по этому поводу? Я по этому поводу думаю, что я охрененно залез в кредиты. Кстати, знаете, как у меня кредитный рейтинг вырос после того, как мне автомобиль одобрили? Просто в небо улетел. Я еще на хайпе от своего кредитного рейтинга пошел, короче, увеличивать лимит по своим кредитным карточкам. Пускай будет, больше и не меньше. Кредитный рейтинг растет, все хорошо. Мой, может быть, через пару лет я смогу себе взять, ну, не в Торонто, потому что в Торонто вообще невозможно квартиры брать. Где-нибудь, где-нибудь за Торонто взять себе какой-нибудь либо маленький домик, либо маленькую квартирку в Торонто. Так вот, дорогие друзья, повторюсь, есть два варианта развития событий. Бу-автомобиль, смотрите, бу-автомобиль все-таки на маркет-плейсментах у людей обычных, а не у салонов, потому что в салонах то же самое, но только дороже. Будьте предельно аккуратны с документами, которые вы подписываете, когда передаете денег и тому подобное. Если вы берете новый автомобиль, едете в салон, который вам нравится, берете автомобиль, который вам нравится, и по факту вы просто договариваетесь с кредитным брокером о платежах, как это все будет работать. Я знаю случаи, когда люди приезжали, допустим, в автосалон Ford покупать себе F-150, а им говорили, батенька, так вы же на рабочей визе, максимум, что можем вам помочь, это с кредитом только на три года. На восемь лет мы вам не дадим, извините, пожалуйста. Он в этот же день ехал в другой салон Ford на другом конце города и спокойно брал себе кредит на восемь лет, хотя у него статус в Канаде только на три года. Как это работает, я не знаю, но это работает. Опять же, надо понимать, что если у вас что-то случится, и вы перестанете платить кредит, автомобиль у вас заберут. И это будут большие-большие проблемы как для вашей кредитной истории, так и для в целом вашей истории в Канаде. Но если же вы, например, понимаете, что даже если вы через какое-то время собираетесь уехать из Канады, вам никто не запрещает предварительно перед тем, как уехать, продать этот автомобиль, загасить стоимость оставшегося кредита. Разницу, которая вышла между выплатами и стоимостью кредита, можете оставить себе. Никто не запрещает вам продать автомобиль, опять же, с разрешения банка. Но это уже другая история, об этом уже надо будет говорить, наверное, в другом ролике. Кто хочет поинтересоваться, сколько расход у этого чудесного автомобиля? По трассе в районе 13 литров, по городу 17-18. Вот так, это средний расход по трассе. 13, даже 12,5 выдавало. А по городу, да, вот 17-18 в Индополож. Объем бака в районе 100-100-120 литров. Ну, короче, если его до пуста... Короче, я его еще не раз не опускал до конца, потому что психологически очень сложно сразу пойти забрать, типа, на бак со 150 на 170 канадские доллары. Поэтому я там полбака осталось, пошел залил, ну, там, 70, это уже нормально. Это не 140, а 150. В общем, дорогие друзья, на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Я люблю американские автомобили. И если вы живете в Северной Америке, то один из самых перспективных и адекватных вариантов выбирать себе американские автомобили. Потому что детали здесь на них как грязи. Ну, что-то у вас на вашем бушном Dodge, Dodge отвалилось. Поехали на Junk Yard. Открутили от старого автомобиля, себе прикрутили. Заплатили 20 долларов за эту гребаную деталь, которая, кстати, новая стоит, может, типа, долларов 50-60. Прикрутили себе, поехали дальше. Я к тому, что, типа, американский автопром, это очень хорошо в Америках. А мы находимся в Северной Америке. Канада – это тоже Северная Америка. Автопром здесь американский тоже сильно развито. Я бы сказал так. На сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всего хорошего. Пока. Продолжение следует...